Итак, перейдем к концептуальному обсуждению удаления из Б-дерева. Идея примерно та же, что и при вставке. Мы будем удалять всегда из листьев, но очевидный вопрос, а что если удаляемый элемент находится во внутреннем узле? Что же тогда делать? Решение такое, нужно переместить его в лист. Как это сделать? Мы найдем предшественника ключа, у нас есть ключ, он находится в узле, мы найдем его предшественника в отсортированном порядке. Например, если это был ключ 40, который мы хотим сейчас удалить, то мы найдем его предшественника в отсортированном порядке, это ключ 35. И как вы помните из примера, это легко сделать, просто спустившись под дерево и пройдя максимально вправо. И теперь мы просто заменим 40 на 35, то есть мы предшественника переместим в 40. И как мы пообсуждали в нашем примере, когда мы разбирали просто не бинарные деревья поиска, это не бинарное дерево поиска, после этого останется не бинарным деревом поиска. Ну и очевидно также, что это также будет B-дерево. В нем теперь есть два числа 35, а значит то число 35, которое находится в листе, его можно удалить. То есть фактически таким образом мы удалили 40. Еще раз, мы нашли предшественника. Предшественник обязательно находится в листе. Мы поменяли местами 40 и 35, и теперь мы удаляем из листа. То есть операция удаления легко сводится к операции удаления из листа. Как теперь удалять из листа? Первым делом мы очевидным образом удаляем ключ, который нужно удалить, из массива keys. После этого, если размер массива keys больше либо равен B, то никаких инвариантов в B-дерево не нарушено, это до сих пор B-дерево, и оно корректно. И на этом алгоритм заканчивается. Наиболее интересно, конечно же, когда мы после удаления уменьшили массив keys так, что он стал размером B-1. Получилось такое переполнение вниз, и что же делать перед переполнением вниз? Какая стратегия? Это довольно непросто, но я предлагаю вам подумать. Во-первых, тут будут две стратегии. Ну, допустим, у нашего узла, в котором мы сейчас удалили элемент, и в котором произошло переполнение вниз, у него есть соседний узел. Ведь всегда у каждой вершины в B-дереве есть как минимум два сына. Но на самом деле, если B больше единицы, то сыновей-то их ровно B плюс 1. То есть у нас всегда есть соседи. И допустим, у нас есть сосед, у которого B плюс 1 ключ или больше ключей. Вот поставьте на паузу и попробуйте подумать, что в этом случае делать. Итак, еще раз. Мы удалили элемент из листа. Обязательно есть соседние листья. И допустим, есть лист, у которого B плюс 1 ключ или даже больше. А в нашем листе, с которого мы удалили, ровно B минус 1 ключ. Потому что было B, вариант выполнялся, удалили 1, получилось переполнение вниз. Итак, постарайтесь подумать, а что можно в этом случае сделать? Как можно выполнить удаление? Итак, в этом случае стратегия довольно простая. Нужно позаимствовать ключи у нашего соседа. Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что мы не можем просто взять из нашего соседа, тут он обозначен икс штрих, скопировать, ну в данном случае может быть один лишний узел. Потому что между икс и икс штрих есть еще разделитель. И если мы скопируем просто один узел из икс штрих в икс, то это будет уже не бинарное дерево поиска. Потому что слева от разделителя все ключи должны быть меньше или равны, а справа больше либо равны. Конкретно о чем я говорю? Когда мы удаляем, вот здесь в примере b равно 1, значение 31. Оно исчезнет, и после этого массив кис в узле икс будет содержать 0 элементов. Но у икса есть сосед, икс штрих, у которого больше чем b ключей. Поэтому можно у него взять ключ, или даже больше, несколько ключей. Мы в этом примере возьмем один ключ. Но мы берем не 28 и копируем в икс, а мы берем разделитель 30. 30 копируем в икс, а 28 идет как разделитель. И довольно несложно видеть, что после этого это до сих пор не бинарное дерево поиска, и до сих пор b дерево. b дерево очевидно потому, что мы нигде не уменьшили количество ключей ниже, чем b. У нас в нашем узле х, в котором был b-1, теперь в точности b количество узлов. Ну и это не бинарное дерево поиска. Это наиболее, наверное, сложно увидеть, но можно несложно сообразить, что если мы не просто из икс штрих в икс скопируем, а если мы скопируем разделитель в икс, а вот этот вот самый правый элемент икс штрих станет новым разделителем, то это будет по-прежнему не бинарное дерево поиска. И сделаю такое замечание, что на практике на самом деле выгодно, чтобы не было таких вот узлов, у которых ровно b ключей, потому что если вы из них еще что-то удалите, то опять нужно будет делать вот эти вот операции. Хотелось бы, чтобы после удаления количество ключей было по возможности больше либо равно b. Поэтому обычно копируют из икс штрих не один элемент, не один ключ, а копируют ряд ключей. Примерно разбивают поровну между икс и икс штрих количество ключей. Это не улучшает алгоритм асимптетически, но на практике это немножко лучше. Такое маленькое замечание. Самый главный вопрос, а что же делать, что если у соседа тоже нет достаточного количества ключей? То есть у икс штрих количество ключей меньше или равно b, то есть оно строго равно b, потому что это байдерево. Маленькое замечание, у меня тут на рисунке икс штрих это левый сосед. Конечно, икс может быть уже самым левым узлом, тогда икс штрих это правый сосед. Вот такой небольшой нюанс, но на рисунках у нас икс штрих будет левым соседом. Потом рассмотрим немного псевдокод, там будет показано, как нужно обрабатывать случай, когда икс уже самый левый. И так остался случай, наиболее сложный на самом деле, когда у соседа тоже недостаточно элементов, чтобы нам позаимствовать их. Вот вы сейчас можете также поставить на паузу и постараться придумать, а что же делать в этом случае? Хотя это не так уж просто, но я дам подсказку, что в этом случае количество узлов уменьшится. Что-то нужно сделать, чтобы количество узлов уменьшилось, но чтобы оставшееся дерево осталось бы деревом, и, возможно, появится рекурсия. Нам придется рекурсивно удалять, как мы это делали со вставками, рекурсивно вставляли в родителя. Здесь мы будем рекурсивно удалять из родителя. Вот поставьте на паузу, постарайтесь подумать, как это можно сделать. Итак, что делать, если у соседа B ключей ровно? То есть мы не можем у него позаимствовать ключи. Это наиболее сложный случай, стратегия тут такая. В случае, если у нашего соседа B ключей, у нас B-1 ключ, и есть между нами разделитель, потому что есть х' и х, они крепятся к родителю, и между ними есть разделитель, то в сумме получается ровно 2B ключей, и мы можем создать ровно один новый узел, в котором будет 2B ключей. То есть действительно, у нашего соседа B ключей, прибавить B-1 ключ у нас, прибавить один разделитель, ровно 2B ключа, но есть одна проблема. Если мы удаляем разделитель, то разделитель удаляется из родителя. Мы, конечно, создадим новый узел, в нем будет 2B ключей, то есть никакого переполнения ни вниз, ни вверх. Этот новый узел будет подключен к тому же самому родителю, но в родителе разделитель будет удален. И если в родителе уже было ровно B ключей, ему удалили еще один, то есть удалили тот самый разделитель, то в родителе будет проблема, в нем будет переполнение вниз, и что-то нужно делать с родителем. Решение здесь точно такое же, как при подобной же проблеме при вставке. Мы в таком случае рекурсивно выполняем ту же самую процедуру удаления, но уже в родителе. Рассмотрим пример. В этом примере из узла X мы удаляем число 30. После этого получается переполнение вниз, потому что в X теперь 0 ключей и 0 меньше, чем B. Смотрим на соседа X' В соседе ровно B ключей, поэтому позаимствовать у соседа мы ничего не можем. То есть у нас есть X' в нем 1 ключ, есть X, в нем 0 ключей, и есть разделитель 28, который разделяет X и X'. В сумме у всех этих ключей X' и разделитель 2 B ключей, поэтому мы можем их все объединить. В данном случае при B равном 1 это все выглядит немножко более вырождено, то есть у нас X вообще пустой, если B больше 1, то X вообще-то не пустой. И мы просто 25-28 записываем в новый узел, в нем обязательно 2 B ключей, но теперь разделитель 28 был удален из родителя. И в этом случае, как на рисунке, если количество ключей в родителе до сих пор больше либо равно B, мы просто ничего не делаем, потому что получилось корректное B-дерево. Сложность только в том, что возможно переполнение вниз будет теперь в родителе, то есть там будет B-1 ключ, но в этом случае мы действуем аналогично, как мы действовали с X' и X'. Мы действуем так, что мы находим соседа у нашего родителя, он обязательно сосед есть, потому что в B-дереве у каждого узла есть как минимум 2 сына. И потом мы смотрим, можно ли позаимствовать ключи у соседа. Есть некоторые нюансы во всем этом, но в целом алгоритм вот такой, и он работает довольно хорошо. После всех удалений, последний только вопрос, что делать, если у нас был корень, в корне было какое-то количество ключей, мы удалили ключ из корня, и количество ключей в корне теперь ноль. Как я напоминаю, что в корне может быть меньше, чем B ключей, но не меньше единицы. Ну, если, конечно, дерево не совсем пустое, если в нем есть хоть что-то. Итак, в корне ноль ключей, что же делать в этом случае? А очень просто. Если в корне ноль ключей, то у корня всего один сын, а значит можно корень просто удалить. И вот таким образом дерево при вставке растет вверх, а при удалении оно также уменьшает высоту вверх, путем удаления корней. Как такое вообще может произойти, что в корне стало ноль элементов? Это значит, что у корня было два сына, в одном из сыновей мы удалили ключ, он стал слишком маленьким, но у его соседа, х' тоже было всего лишь B ключей, поэтому мы их объединили вместе и из корня забрали единственный корневой ключ. В таком случае у корня ноль ключей и корень можно просто обрезать.